Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диагноз недели». Сегодня ее проводим мы, Артем Липин и Ариэль Резник-Мартов. За звукорежиссерским пультом нам помогает Родион Золотарев. И я сразу передаю слово вам, чтобы вы рассказали нашим слушателям, про что мы будем говорить сегодня. Начнем мы с такой интересной статьи, которая привлекла мое внимание. В одном из английских университетов привели исследование. Оно касалось людей, которым диагноз аутизм был поставлен достаточно поздно, после 50 лет. То есть как-то так получилось, что в детстве этих людей диагностика аутизма была не сильно развита, или как-то они миновали поле зрения специалистов, или их родителям и школьным учителям не пришло в голову, как их направить. Поэтому люди со всеми особенностями людей аутичного спектра, замкнутость, сложность налаживания контактов и тому подобным вещами, дожили вполне себе до 50 с чем-то лет. И только в этом возрасте каким-то образом каждый из них попал в поле зрения психолога или психиатра и получил этот диагноз. Что обнаружили интересного? Что все люди, которые в этом исследовании участвовали, до того, как они узнали, что являются аутистами, считали себя плохими людьми. Что их заставляло так думать? Ну, все то же самое. Мы замкнутые, мы себя характеризовали как каких-то чужих, как инопланетян, как совершенно не включенных в общество, как совершенно не способных налаживать хоть с кем-то общий язык. И, естественно, не зная, что с ними происходило, они считали, что они просто плохие люди, которые не испытывают кому-то тепла, которые не способны быть для кого-то привлекательными, которые не способны ни к формированию дружеских связей, ни к формированию семьи, это подобных вещей. И поскольку обо всего они думали не в медицинских категориях, то что мы обычно знаем? Что хороший человек, он ведь общительный человек, его любят, к нему тянутся, с ним хотят дружить. Если со мной никто не хочет иметь дело, значит, я плохой. Что интересно, что для всех этих людей установка диагноза аутизм, когда они поняли, что с ним происходит, послужила большим облегчением. Они, наконец, поняли, что они ни в чем не виноваты, что это такова особенность их психики, такова особенность их взаимодействия с окружающим миром, но ни в коем случае не характеристика их личности с точки зрения оценки плохой-хорошей. То есть тот случай, когда наличие психиатрического диагноза человеку не просто улучшает жизнь, потому что они получают возможность помощи, но и просто улучшает настроение и отношение к себе. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон на прямого эфира, звоните нам, если хотите обсудить эту интересную тему, и в WhatsApp тоже пишите, 2-3-0-6-1-91. Я просто хотел понять, мне интересно, есть люди, которые без каких-то серьезных психологических отклонений, просто нелюдимы, плохо формируют дружеские отношения, не по каким-то лечебным причинам, не из-за особенностей психики, а просто у них такой характер, им так удобнее жить. Они тоже, получается, чувствуют себя неправильно, плохими, но при этом у них нет этого облегчения от диагноза? Наверное, не все. Наверное, не все от этого страдают. На самом деле, люди нелюдимые, избегающие общество людей, ну, как минимум, это глубокая интровертность, что само по себе тоже не значит быть плохим. Хотя установившиеся в обществе стереотипы часто для них слово «интроверт» – это синоним чего-то плохого. Ты интроверт, ты неполноценный член общества, ты не способен быть вместе с нами, к тебе стоит присмотреться. Вообще, эта история с аутистами о чем? О том, как люди судят себя, плохо зная себя. О том, как люди судят себя, исходя из принятых в обществе стереотипов. Есть такое понятие стигматизация. Я думаю, что мы ему посвятим отдельную передачу, как-нибудь это большая тема. Стигма – это клеймо, знак. Стигматизация – это когда на основании какого-то одного качества начинают судить, причем обычно нелицеприятно судить, негативно, о человеке или о целой группе людей. Есть такое понятие, как внутренняя стигматизация. То есть, когда человек сам себя судит. Не кто-то на него навьючивает некие стереотипные взгляды, а он сам о себе так думает. Я думаю, вот эта история с аутистами – это типичный признак внутренней стигматизации. То есть, есть устоявшееся убеждение, что хороший человек – это общительный и популярный человек. И в общем, посмотрим. В школах, в институтах, в коллективах. Естественно, наибольшей популярностью пользуются люди, то, что называется душа компании. Люди, которые умеют прекрасно находить свой общий язык, которые умеют шутить, привлекать внимание окружающих, что называется, держать публику и инициировать какие-то события вокруг себя. И это, безусловно, хорошее качество. Хотя иногда это бывает тоже признаком каких-то внутренних проблем. Человек бесконечно нуждается во внимании окружающих. Ему нужно быть в центре внимания. Тут тоже есть о чём задуматься. Но, как мы знаем, не всем дано быть такими. Более того, есть множество людей, неважно, мужчины, женщины, которые говорят, я бы не хотел или не хотела встречаться с человеком, у которого душа компании. От таких людей часто они настолько поглощены впечатлением производимых на окружающих, что от них не очень много остаётся для ближнего круга. То есть, когда люди ближнего круга вдруг ощущают, что они тоже становятся одними из многих. Не единственными и самыми близкими, а одними из многих. Возникает вопрос во всей этой Вселенной, вращающейся вокруг моего близкого человека, где моё место, заметен ли я сам. Что, кроме аутизма, часто заставляет людей сомневаться в себе, в своих человеческих и личностных качествах? Ну, естественно, слово, которое звучит почти в каждой нашей передаче, это тревожные люди, застенчивые люди, неуверенные в себе люди. Кстати, вот этим людям, которым поставлен диагноз аутизм, кто-то был незамечен врачами вообще, кому-то ставили диагноз генерализованная тревожность или депрессия. И пытались лечить эту тревожность. Депрессия, думают, что вот пройдёт тревога, они станут общительными. А нет, потому что проблема намного глубже, их способ отношения с окружающим миром не имеет особой связи с тревогой. И сколько это не лечи, она не меняется. То есть работа должна висеть в другом направлении. Вот тревожные и неуверенные в себе люди. Что такое тревожность и неуверенность в себе? Это постоянное сомнение в себе. Это постоянное сомнение, правильно ли я поступаю. И один из частых вопросов, которые можно услышать от тревожного человека, которое я часто слышу от своих пациентов, а достаточно ли я хорош? Или достаточно ли я хороша? А поскольку тревога такой хитрый механизм, который никогда не даёт ответа «да, достаточно». Тревога и неуверенность в себе всегда требует от человека бесконечного подтверждения. Подтверждения, что я могу, что я хорош. И это подтверждение снова и снова и никогда не хватает. Поэтому люди тревожные и неуверенные в себе тоже начинают жить с ощущением, что со мной что-то не в порядке. И хорошо бы, если бы что-то не в порядке было, они понимали, у меня тревога, или у меня заниженная самооценка, и с этим надо что-то делать. То есть это проблема, скорее, психологическая, медицинская. Они тоже часто переводят, и это ошибка, как у памятных аутистов, они переводят это в категории каких-то морально-нравственных характеристик. Из категории «я тревожен и мне плохо» и вперёд в категорию «я плохой человек». Вот это часто, эта двойственность возникает. Слово «плохо» может обозначать и состояние души, а может обозначать оценку. И вот люди такого склада очень часто путают состояние и оценку. Вместо осознания, понимания своего состояния, они всё время ставят себе оценки бедолаги. Но ведь это же такой достаточно серьёзный навык, интроспективный, чтобы понять разницу между «я плохой» и «мне плохо», или «я хороший», «мне хорошо». Потому что мы сейчас говорим, конечно, о таких более трагических случаях, когда человек начинает себя девальвировать из-за неправильной постановки себя в обществе. Но ведь бывают и обратные ситуации, когда человек окажется, какой он хороший, хотя на самом деле это не всегда так, просто потому что ему всегда хорошо. То есть я говорил о том, что этот навык, он на самом деле очень редок, на мой взгляд, умение правильно оценить своё внутреннее состояние. Я думаю, что он не так уж редок, на самом деле, Артём. Я думаю, что большинство людей вовсе интуитивно ощущают разницу между «я плохой» и «мне плохо». Я думаю, что у большинства людей эта проблема не возникает. Потому что когда мне сейчас плохо, мне тоскливо, оставьте меня все в покое. Или я хочу побыть один, дайте понимать, или мне плохо, я хочу понять, почему, и задумываюсь, что происходит. А вот переключение в категорию «я плохой», потому что я не получаю от людей должный оценок своих достоинств, потому что я всё время чувствую, что мной недовольны, потому что я всё время ощущаю, что мог бы лучше, мог бы ещё лучше. Это ненасытимая жажда. И одна из ловушек, которые здесь возникают, когда люди путают мнение отдельных личностей о себе, близких или не очень близких, с объективной истиной. Мы прекрасно знаем, что есть люди, обладающие навыками терроризирования ближних своих. Достаточно ли я хорош? Не совсем это. Люди, которые своим ближним начинают внушать то, что они нехороши. То, что они плохи. Ну, опять начнём с банальности, если речь идёт о детях. Ты недостаточно хорошо учишься по сравнению с тем-то, тем-то и тем-то. Ты недостаточно строен, ты недостаточно талантлив, ты недостаточно усерден, ты недостаточно аккуратен и так далее, и так далее. И все перечисленные вещи в адекватных семьях решаются с помощью диалога. Это не твоё качество, делающее тебя плохим, это проблема, которая тебе мешает. Это проблема, которая делает твою жизнь дискомфортной. Поэтому, если ты плохо учишься, давай подумать, чем тебе помочь. Если ты неаккуратен, давай подумаем, что с тобой происходит, а чего ли тебе не имеет значения. И в конце концов, может, давай поймём, что с этим ребёнком происходит, и какое-то время не будем дёргать его, потому что положенные на место вещи не вся самая главная в жизни ребёнка, да и в жизни взрослого тоже, и в отношениях с ним и к нему. Это что касается детей. И точно так же мы можем быть уязвимы для мнения взрослых людей, окружающих нас. Это могут быть коллеги по работе, это могут быть начальники, это могут быть люди в какой-то компании, где мы обычно проводим время, и мы можем быть очень уязвимы. Это странно, что, может, и взрослые люди, казалось бы. Взрослый человек тоже такой стереотип, на самом деле. Что взрослый человек якобы должен всё понимать, он должен быть мудрым, всё умеющим решить. Но неправда это. Мы не выпускаемся на заводе и не проходим какие-то специальные контрольные пункты, где нас ставят штамп абсолютно совершенен, готов ко всем жизненным ситуациям. У нас и звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Лариса. Я вот хочу сказать по поводу аутизма. Вы понимаете, в наше время, мне 74 года, какой там аутизм? Мы вообще этого слова даже не знали. Были тугодумы какие-то в школах. Ну, хорошо, если класс попадётся нормальный. Но он толком не соображает этот, ему долго объяснять надо всё. Учителя махают на него, машут на него рукой, и ладно, ставят ему тройки, переводят из класса в класс, потом отправляют после седьмого, а потом стало после восьмого в правтехучилище. И хорошо иногда, если он найдёт в этом училище что-то для себя. А так они даже сами не знают. Они просто действительно считают, что они никудышные, они ни на что не годные. Но как-то жить надо. Спасибо. Спасибо. Ну, я бы хотел дополнить ваше мнение, Лариса, тем, что аутисты бывают с очень высоким интеллектом. Аутисты, есть форма аутизма, например, тот же аутизм Аспергера, который сочетается с высоким интеллектом, и люди с аутизмом могут и поступать в высшие учебные заведения, и добиваться вершин в разных науках. Вообще, насколько я понимаю, аутизм не коллерирует с уровнем интеллекта, это именно социальное взаимоотношение. Есть разные уровни аутизма, есть разные. Есть тяжёлый аутизм, который мешает развитию, который требует специальных методик. Это отдельная-отдельная тема, вот есть специалисты, и, как и сейчас, но у нас, в общем, на Западе есть достаточно разветвлённая сеть помощи, которая помогает развиваться аутичным детям. Кстати, когда я читал, что в армии Израиля есть отдельное подразделение, ставленное из аутистов, потому что они заняты планированием каких-то вещей, и они заняты определением и расчётами, которые как раз лучше всего удаются людям с именно таким складом ума, с таким складом устанавливания. Долгие монотонные вычисления. Вот что-то требую ещё глубокого погружения. Это даже не то, что хуже или лучше, это другое совершенно. Совершенно другой подход, который нам с вами, наверное, трудно понять. Мы, наверное, сейчас прервёмся на короткую реку, а мы после чего вернёмся, не переключайтесь и звоните нам. Продолжаем программу «Диагноз недели». Артём Липин, Ариэль Резник Мартов, за звукорежиссёрским пультом Родион Золотарёв. И вот в WhatsApp нам пришёл вопрос. Мы говорили о людях, которым бывает сложно создавать общение с людьми не из-за каких-то болезней или психологических особенностей, а просто по характеру. И вот вопрос от нашей слушательницы. Как окружающим или близким вести себя с такими глубоко интровертами? Может быть, есть какой-то совет или механика поведения? Ну, смотрите. Первое, что такое глубоко интроверт? Мы имеем в виду интровертов, или мы имеем в виду всё-таки людей с расстройств аутического спектра. Но если речь идёт о ребёнке, если вы, помните, был этот старый анекдот про ребёнка, который до трёх лет молчал, потому что всё нормально было, попросил там что-то передать, ему сказали, ты же, мол, он говорит, а раньше не было повода говорить. Это анекдот, но это чем-то отражает реальность. Я думаю, если вы видите, что ваш ребёнок замкнут, молчалив, меньше вовлечён в общение со сверстниками, чем другие дети, ну, для начала стоит отвести его к квалифицированному детскому психологу. Потому что есть определённые методики, которые помогают понять, с чем имеют дело. Интроверт – не порог. Интроверт – человек, который на самом деле очень глубоко вслужится в себя и живёт в своём внутреннем мире. То есть ему куда интереснее то, что происходит у него внутри, чем сходить потусоваться с друзьями и тому подобное. Есть, конечно, крайние степени интроверсии. Есть аутические расстройства, есть шизоидные особенности. Кто-то когда-то сказал из классиков психиатрии, которые в старые времена умели выражаться очень красиво, что личность шизоидных психопатов или шизоидных личностей похожа на древнеримские виллы. За их серыми стенами в глубине в покое справлялись роскошные пиреоргии. Но у нас же немножко неправильное принимание слова «интроверт» – «экстраверт», насколько я понимаю. Потому что в популярной культуре это экстраверт – общительный, открытый человек, интроверт – замкнутый, молчливый. Но ведь бывает по-другому. И экстраверт может быть, на самом деле, не очень говорливым. И наоборот, интроверт за вот этими разговорами скрывает как раз те самые красоты внутреннего мира. Я думаю, что все-таки интроверт, который разговорчив и общителен, ну, во-первых, не бывает ничего чистого. Ну вот да. Нет чистых типов личности – это иллюзия. Так же, как идеальный газ физики, на котором придуманы, на котором работают всяческие формулы. Есть люди с большим или меньшим количеством дисбаланса интроверсии или экстраверсии. Но обычно интроверт – человек, не испытывающий потребностей. Интроверт, который в общении в круге людей, вокруг себя и тому подобное. Интроверт сейчас бывает прекрасными математиками, мы это знаем. Интроверты получены точными науками, которые требуют большой внутренней работы. Среди интровертов были замечательные философы. То есть интроверт – ту энергию, которую многие тратят на общение, интроверт тратит на погружение в себя, на изучение чего-то, на такие глубокие вещи, не всегда проявляющиеся вовне, просто так, без особого повода. Я думаю, что… Во-первых, что такое близкий интроверт? Если это родители или братья и сёстры, это одна история. Это ваш близкий человек, с которым вы с самого детства. И да, если он интроверт, в какой-то момент, как нам всем, стоит понять, что то, что мы такие, это не значит, что мы идеал и образец, что наши дети обязательно должны быть похожи на нас. Потому что если мы любим собираться с друзьями, играть в карты, ходить в кино и вместе веселиться, совершенно не факт, что наши дети обязаны быть такими же. Я думаю, что пытаться из интровертного ребёнка сделать весёлого экстраверта, это совершенно мучительное для обеих сторон и абсолютно бессмысленное занятие. нельзя сделать человека. Нельзя заставить человека летать сегодня от крыльев, если ему куда больше нравится исследовать подземные ходы и переходы. Что касается личных отношений, здесь тоже всё совсем не так трагично. На самом деле, есть люди, которые и для дружбы, и для любви, и семьи предпочитают более спокойных, закрытых, тех, кто в себе. Интровертный человек не способен на тёплые, близкие чувства. Это значит, что он очень-очень избирателен в этом. Это значит, что он очень, скорее всего, чувствителен к внешним раздражителям. Ему легко закрыться. И откроется он с теми, с кем ему по-настоящему комфортно. Поэтому, я думаю, люди, которые вышли замуж, или женились на интровертах, они, в общем-то, уже знают, с кем имеют дело, потому что от чего-то этот тип личный оказался ли их привлекателен. В принципе, такой вообще хороший принцип и в воспитании, и в выстраивании отношений не стремись переделывать. Не стремись переделывать. Потому что, во-первых, кто-то, собственно говоря, такой, чтобы кого-то переделывать. Кто ты такой, чтобы решать, что этот человек недостаточно хороший, и ты будешь его переделывать. Тем более, чем старший человек. Если, имею в виду, с ребенком, и того, может, мы не можем его глобально переделать. Мы можем услышать и понять какие-то его особенности и действовать, исходя из них, приспосабливаясь к нему. Не пытаться втиснуть его в рамки наших представлений, того, каким он должен быть, а наоборот, находить компромисс между тем, что мы считаем за благо для него и тем, какой он есть. еще стоит задавать себе вопрос, а действительно ли благо то, что ты считаешь благом. Все мы совершаем ошибки с нашими детьми. Все мы несовершенные и все мы, особенно с первенцами, когда мы сами достаточно молоды, мы совершаем массу ошибок. Эти ошибки можно исправлять, с ними можно что-то делать. У нас звонок сорвался, к сожалению, как раз, когда я подтянулся. А, нет, вот у нас есть звоночек. Затем мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Может, не совсем к теме, но все-таки что-то похожее о том, что вы прежде говорили. Скажите, пожалуйста, мнение психиатра, а такое качество, как харизма, это дано с детства актерам, режиссерам знаменитым, или это качество, которое тоже можно нарабатывать или нарабатывается в течение жизни? Спасибо. Спасибо. Мне кажется, интересный вопрос. Интересный вопрос. Я думаю, что харизмы люди наделены. Это такая часть личности. Это такая часть личности, которая у человека присутствует, со временем развивается. Но ведь любой навык можно развить. Даже человек, который не умеет петь, он может научиться петь не на уровне оперных гениев, но достаточно, чтобы в компании под гитару петь. Человек, который не умеет рисовать, может научиться рисовать достаточно понятные портреты. То есть, есть, конечно, талант, но каризма – это же все равно и сборище навыков. Это не просто навыки на самом деле. Умение рассказывать истории, умение слушать человека, умение, не знаю, даже там приятно выглядеть, я имею в виду опрятно и так далее. Вот на самом деле умение рассказывать истории, опрятно выглядеть, все еще в сумме не дает харизму. Но помогают. Наверное, помогают. Но нет, есть, конечно, истории, все мы помним историю о знаменитом ораторе Демосфене, который обладал массой дефектов речи, дефектов дитции, который выходил на берег моря, как гласит предание, набивал рот камушками, галькой и перекрикивая шум прибоя, читал речь. Еще можно вспомнить пьесу «Пигмалион». Да. Он говорил, таким он стал знаменитым оратором, преодолев все дефекты. По крайней мере, это гласит предание. Наверное, человек, который, если, знаете, сейчас модные ныне эти вещи, которым лично я, да прости, с большим скепсием от Академии лидерства, как стать лидером, как увлекать людей и тому подобные вещи. Мне это, кажется, не внушает большого доверия, но, наверное, работая над собой, можно стать красноречивым. Можно пойти на курсы, поставить себе правильную манеру речи, тембр, голос и тому подобные вещи, правильное дыхание. Можно научиться каким-то ораторским приемам манипулирования окружающим. Можно научиться красиво одеваться. Вопрос, зачем все это? Ну, хочется человеку. Ну, вот обычно... Знаете, как люди, которые больше всего хотят петь, обычно делают это не очень хорошо. Да, и обычно не становятся звездами эстрады и оперной сцены. Мы же не знаем, зачем. Я, в свою очередь, просто порекомендую. Есть такой YouTube-канал, называется Charisma on Command. Он англоязычный. Я не знаю, насколько наш слушатель владеет английским языком. Это не поможет вам стать гением театра или великим режиссером, но какие-то базовые принципы общения с людьми вполне можно получить. Мое мнение, и не обязательно правильное, я не знаю, станете ли вы харизматичной личностью. Скорее всего, нет. Но если есть, если, по крайней мере, вы осознаете, какие ваши качества, психологические и тому подобное, мешают вам находить общий язык с людьми, быть для них увлекательным собеседником и так далее, с этим тоже точно можно работать. Избавиться от болезненной застенчивости, ты осознаешь, как проблему, можно. Избавиться от неуверенности в своих достоинствах, можно. Проработать это можно, и в общем научиться можно очень многому. У нас еще один звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Я извиняюсь, я второй раз, но мне кажется, у Демосфена, он знал, у него было, что людям сказать, он очень хотел с ними поделиться. И действительно, у него был один недостаток, он не мог это говорить. Поэтому он и тренировался. Если бы у него не было поползновения общаться с людьми, рассказывать им что-то, он бы и не стал, наверное, этим заниматься, тренировкой с камешками. Спасибо. Спасибо. Дорогая Лариса, если бы говорили все только те люди, которые точно есть, что сказать, содержимое в наших социальных сетях было бы меньше раз в десять. Наши политические трибуны тоже, наверное, вновь бы опустили. Но, к сожалению, иногда желание что-то сказать и быть замеченным преобладает над тем, над содержанием. Есть ли тебе на самом деле что сказать? Вообще, это хорошее предназначение, подумать, зачем ты это делаешь и кому это на самом деле нужно и интересно. Всегда стоит об этом задуматься, прежде чем что-то сказать. 672-12-93-9, 672-13-93-9 это номера прямого эфира и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Мы немножко на самом деле немножко ушли от темы изначальной. Мы знаем, что делать. Кстати, хочу сказать в паприке вот звонящая слушательница Лариса, она много раз узнала нашу передачу. Лариса всегда есть что сказать. Лариса всегда звонит по делу. Есть люди, которые звонят, потому что им важно прозвучать в эфире, они ругаются с ведущим, не дают говорить столько, сколько они хотят и так далее. Вот Лариса поклон и уважение, она всегда говорит по делу, в ее вопросе есть смысл. И это заметно, потому что когда человеку есть что сказать, он знает, когда закончить. Именно если мы говорим про таких вот звонящих, потому что когда нечего сказать, это продолжается и там какие-то ассоциативные ряды всплывают. А если есть четкий вопрос или четко какой-то комментарий, он прозвучал, спасибо, и мне не надо прерывать звонок самому. Кстати, о привлекательности для окружающих, о харизме и так далее. Все мы знаем о таком явлении как нарциссизм, что такое нарциссическая личность, нарциссический невроз и так далее. Все мы знаем, что нарциссин в своем крайнем проявлении вещь для окружающих крайне неприятная. Но некоторые нарциссические черты людям не вредят. Некоторые нарциссические черты это человек, который уверен в своих целях, который достаточно настойчив в их достижении, даже вот что нарциссы и куда менее безобидные обычно умеют добиваться своего. Это люди, которые шагают по головам. У них целеустремленность, они ни на секунду не сомневаются в своем совершенстве, в своем праве получать то, чего они хотят. И сейчас появляются уже некоторые статьи, я уверен, что скоро появятся и тренинги, как стать нарциссом, что все надо преодолеть, какие качества надо развивать. Станьте нарциссом и вы будете успешны в карьере, привлекательны для людей и так далее. Не знаю, что это стать нарциссом, но нарцисс, который любует, вспомним легенду, нарцисс юноша, который любовался собой бесконечно. Наверное, любование собой тотальное не самая приятная черта человека. Я думаю, что на самом деле в каждом из нас есть что-то, чем можно полюбоваться. В каждом из нас есть что-то, чем можно восхититься. И это могут делать окружающие, но невзирая на тотальный привык скромности, а мы это знаем, будь скромнее, пусть и хорошо скажут окружающие, не хвастайся и так далее. Я думаю, приглядеться к себе и сказать, а вот это во мне здорово, а этим в себе я горжусь, а это делает меня человеком небанальным, который многое может сказать, сделать и дать окружающему миру, это здорово. Я думаю, то, чего не надо стесняться, и возможно, конечно, аутизм и нарциссизм плохо сочетаемые вещи, но тем не менее, я уверен, что, если людям аутического спектра кто-то подсказал бы, чем в себе они могут гордиться, чем в себе они могут восхищаться, это было бы здорово. У меня есть знакомая, которая пишет прекрасные песни, но она не верит в них и не верит в себя, и очень больших трудов всегда стоит ее заставить спеть что-нибудь хотя бы близким друзьям. Я уж молчу про то, чтобы выложить это в интернет, и вот как раз это отсутствие полного нарциссизма мешает, к сожалению, и я думаю как раз часто о том, что многие известные певцы, художники, писатели, они должны были быть нарциссами, чтобы хотя бы заявить о себе. У нас еще один звонок, давайте, вы примем, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Аутизм не совсем заболевание, аутизм это определенный склад личности, определенная закрытая, так и говорят, расстройство аутического спектра, потому что он очень широк. Чем это может кончиться, если ребенку, у которого есть аутизм, вовремя оказать квалифицированную поддержку, соответствующая среда, работать с ним психологи, соответствующие обучения и так далее, и так далее, это может помочь этому ребенку максимально адаптироваться в этом мире, получить образование в том, настолько это возможно наложить отношения с людьми и тому подобное. Если всего этого не делать, это социальная изоляция, это проблемы с реализацией себя, естественно, когда человек изолирован социально и не находит своего места в этом мире, ему очень тяжело. Если есть общество достаточно богатое, у которого выделяются большие средства на социальные программы, там для таких людей, наверное, можно создать крайне дружественную среду. в обществах, которые более бедны, с этим все сложнее. Вообще, в последнее время я заметил такой тренд на персонажей в фильмах или сериалах, которые отличаются, не знаю, как правильно выразиться, у которых есть вот это заболевание аутистического спектра, и они как-то, это может быть тоже, наверное, не совсем правильно, но они немножко романтизируются, их ум, их умение, их особенности. можно сериал Good Doctor вспомнить, где главный герой, вот, он очень умен, но плохо в социальном общении, можно вспомнить там фильм Accountant и так далее, и вот как-то вот это становится все более и более частым явлением в поп-культуре. Я думаю, что это, конечно, в поп-культуре это благодарное тема каких-то сюжетов, но в то же время, если, ну, по крайней мере, во времена моей юности и молодости слова синдром Дауна, то, что слово Даун, которое употреблялось, я был пренебрежительный, человек, который тяжело отстал, и ни на что не годен. Сейчас есть спортсмены с синдромом Дауна, сейчас есть певцы с синдромом Дауна, актеры и так далее, сейчас есть достаточно много, ну, конечно, не так, что в общем, но людей, которые при соответствующем подходе, при правильной, тщательной диагностике, при подборке специальных методик, могут быть вполне, не знаю, успешны, находить свое место в этом обществе, находить себе точку приложения и реализовать себя, люди, которым есть чем гордиться, люди, которые не ощущают себя инвалидами. Как раз благодаря тому, что это вот 30 лет назад, как наши слушатели говорят, никто не знал про такое заболевание, а сейчас они говорят, оно появилось, и многие родители, если они изучали этот вопрос, если у них рождается ребенок с синдромом Дауна или с каким-то синдромом аутистического спектра, уже меньше этого страха, уже больше понятно, что с этим делать. Я думаю, что вообще 30-50 лет назад люди, по крайней мере, на пространстве, где мы живем, мало понимали, что такое психотерапия. Люди не представляли, что есть множество проблем, которые раньше или просто игнорировали, или обвиняли человека в лении, слабости и тому подобное, или лечили эти проблемы исключительно медикаментозно. Сейчас выясняют, что эти вещи можно понимать, рассматривать иначе и работать с ними без помощи медикаментов. Ну, к счастью, мы не стоим на месте. Не все, что нам приносит новое время и развитие, нас радует, но при всем при том, мы узнаем так много о себе и о кроющем мире, что на самом деле мы регулярно этот мир переоцениваем. Заметьте, это один из признаков, мне кажется, старости, когда человек становится негибким, что физически, и что психологически для него все новое неприемлемо и все хорошо, что было в старой доброй жизни, мне кажется, люди, которых, многие, которых я знаю, которые люди в возрасте, они достаточно открыты, они достаточно, один из признаков, мне кажется, открытия и гибкости, это люди не склонны к осуждению, эти люди склонны к пониманию, а если даже они что-то осуждают, они, опять же, это осуждение держат при себе, они пытаются, они не пытаются весь мир вокруг себя встроить в привычные шаблоны. Мы еще успеем один звонок принять, давайте это сделаем, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Виктор, вы знаете, насчет аутизма, насчет сомнений, а мне кажется, что у нас вся жизнь, у нас постоянно каждое наше движение, каждый наш шаг, каждое наше решение отвечает на вопрос да или нет, мы постоянно перед выбором, я, например, считаю, что вообще такое заболевание нет. Спасибо за ваше мнение. Ну, можно считать, что чего-то нет, но если оно при этом есть, то... Можно отрицать все на свете, я не очень понимаю, почему это двойственность да-нет исключает наличие на свете аутизма и еще множество вещей. Но потом, я думаю, сомнение только да или нет, мир становится простым, черно-белым и очень неполноценным. пора потихоньку завершать нашу передачу. Финальную мысль высказать, так сказать, уже. Финальная мысль, вот изначально история с этими людьми, аутистами, которые всю жизнь считали себя плохими, наводит на ту же мысль. очень много бед происходит от того, что мы плохо знаем себя и то, что мы полбеды, если мы судим окружающий мир с помощью каких-то расхожих стереотипов. А вот настоящий судим сами себя с помощью расхожих стереотипов, придуманных кем-то когда-то. Поэтому, мне кажется, так же, как думая о других, так же и думая о себе, стоит не осуждать, ставить штампы, а задуматься, кто я, почему я, что во мне на самом деле есть интересного, и если это не нравится кому-то, на самом ли деле это плохо для меня, да и, в общем-то, для каких-то других людей. Слушать себя, анализировать себя и относиться к себе не с осуждением, а с пониманием, с интересом и с сопереживанием. Много пользы. Программа «Открытая